Уважаемые участники конференции, как здесь, в этом зале, так и в режиме онлайн, уважаемые докладчики и партнеры, я рад, что проведение интеграционной конференции стало доброй традицией. Сегодня и завтра, уже в десятый раз, мы соберемся здесь, чтобы поразмышлять и обсудить, как мы можем сделать еще больше для того, чтобы наше общество стало более сплоченным и единым. Очень приятно, что и в этот раз с нами эксперты в области интеграции, а также эксперты из других областей. И также партнеры и люди, которые интересуются упомянутыми вопросами, как из Эстонии, так и из других стран. На этот раз мы поговорим о проблемах интеграции в условиях кризиса. Оглядываясь на последние несколько лет, были кризисы, которые коснулись всех, будь то пандемия или война в Украине. Можно привести еще много примеров кризисов, но все они сводятся к одному простому факту. Они влияют на нашу повседневную жизнь. Война в Украине – это не просто новости, которые появляются тут, тут, там. Это новые соотечественники, с которыми мы работаем и с которыми учатся наши дети. Пандемия – это не просто болезнь, которая на несколько месяцев перевернула нашу жизнь. Это новые способы, с помощью которых мы взаимодействуем и выполняем свою повседневную работу. С каждым кризисом приходит неопределенность и неуверенность, что снижает наше чувство безопасности и создает напряженность в обществе. В этой ситуации крайне важно найти общий язык между разными людьми и разными способами сообществами и совместно преодолевать общие трудности. Я очень надеюсь, и меня вдохновляет та открытость и сердечность, которой жители Эстонии встретили новых людей из Украины. У нас можно привести бесчисленные примеры того, как в каждом уголке Эстонии были готовы помочь украинцам. И в Эстонии появились сотни больших и малых волонтерских инициатив. Что будет дальше? Можно только догадываться. Кризис всегда приходит неожиданно, и нужно быстро принимать решения, быстро находить решения, которые будут работать. Именно поэтому особенно важно, чтобы мы обменивались опытом, лучшими практиками, свежими знаниями, чтобы мы обсуждали сложные вопросы. И еще раз хочу поблагодарить докладчиков конференции, которые нашли возможность прийти к нам сюда и поделиться своим опытом. Я призываю к большему широкому взгляду, чем признание того, что кризисов много, и они влияют на нас. Давайте попробуем добиться или понять, на каких проблемах следует сосредоточиться и какие решения стоит использовать. Сегодня и завтра мы рассмотрим пробелы и проблемы, которые находятся в обществе и что привело к кризисам в обществе. И также мы сможем сделать выводы о том, как мы можем сделать так, чтобы кризисы не влияли на сплоченность общества. Уважаемые участники конференции, тема конференции следующего года уже известна. 2024 год станет годом культурного богатства Эстонии. Поэтому мы с удовольствием послушаем различные темы лучших практик в области культурного разнообразия. А пока хочу вам пожелать думать совместно с докладчиками. Также можете высказывать свои идеи, задавать вопросы, потому что вместе мы дойдем до нужных решений. Вдохновляющие конференции. Продолжение следует...